Гимназия Плюс продолжает комплекс учебных заведений на территории Комфорттауна. Гимназия рассчитана на 600 учеников с 3 по 11 класс. Когда мы получили площадку для застройки школы, то у нас получилось достаточно большое количество ограничений, как инсоляционных, так и санитарных. В результате мы пришли к оптимальной форме здания, это квадрат. Также одной из самых больших особенностей данного проекта является кровля, которая продолжает тему скатных кровель Комфорттауна. Но на данном объекте кровли не симметричны, они расположены свободно, свободные скаты. И так мы получаем абсолютно разные ракурсы, когда мы проходим вдоль достаточно протяженных фасадов. Нет ни одного одинакового ракурса. Когда мы начинали Комфорттаун, вокруг была серая, унылая, бесконечная, тоскливая застройка советских микрорайонов. Сейчас, когда мы посмотрели на участок школы, мы нашли построенную по нашим проектам цветную, яркую, жизнерадостную застройку Комфорттауна. И мы задались вопросом, а если мы создали контраст на фоне серой и унылой застройки, мы перечеркнули серый цвет нашими яркими цветами, может быть, нам есть смысл еще раз создать контраст? Может быть, нам нужно уйти в ахроматическую гамму от ярких цветов? И мы решились на еще один эксперимент. На фоне цветного Комфорттауна мы делаем абсолютно хроматическую композицию, архитектурную здание школы. Это серый, это еще один серый, и это третий и четвертый серый цвет. В чем есть принципиальное отличие? Если в Комфорттауне работает цвет, тут мы смещаем акцент на другой формат архитектурной выразительности. Тут работает материал. Тут работает необычная фактура такой легкой шагрени на металле, кровли. Тут работает особая штукатурка, тонкая, с очень интересным оттенком. И тут работает базальт, армянский базальт, который специально будет привезен для того, чтобы нашей школе придать вот такую вот серьезную фундаментальность академического образования. Здание школы ахроматическое, но оно расположено на достаточно ярком благоустройстве. Благоустройство у нас выполнено в ярких тонах. И оно контрастирует с жилой застройкой, которая является для него фоном. Таким образом, мы подчеркиваем и форму здания интересную, которая у нас с нашими крышами выделяется, и подчеркиваем функциональную особенность здания. Когда уже были готовы основные композиционные решения, мы приступили к разработке планировочных решений. Таким образом, у нас в квадрат вписалась лучше всего коридорная система классов. Но коридоры мы решили делать не тупиковые, а поскольку у нас есть полностью квадрат, у нас как бы кольцо-квадрат. У нас внутри самого здания коридор, который не прерывается, а идет кольцом по всему зданию. Функциональная планировочная схема школы выглядит следующим образом. На первом этаже находится столовая, кафетерий, который рассчитан не только для детей, но также для родителей, которым могут приходить за учениками в конце и начале учебного дня. На первом этаже находится большой спортивный зал и большая учительская, которая выполнена не традиционным способом кабинетная система, а большой open space для того, чтобы им можно было наиболее комфортно проводить время вне уроков, общаться и повышать свою квалификацию. На втором этаже у нас находится актовый зал на 200 мест, а также второй спортивный зал, который меньше по площади, и он рассчитан на борцовые виды спорта. На втором этаже также выделены отдельным блоком классы младшей школы, которые имеют свое рекреационное пространство, свой собственный гардероб. На третьем этаже находится лекционный зал. Это необязательное помещение для школ, но оно является дополнительным для возможности проведения мероприятий для большого количества учеников. Одной из особенностей территории школьного комплекса является то, что на ней находится теплица и небольшой огород. Игорь Владимирович Никонов, президент Кан-Девелопмент, поставил нам задачу сделать самую лучшую школу в городе. И поэтому здание школы не только инновационно в архитектуре, но и в инженерной концепции. Мы сделали огромное поле из 160 скважин диатермального теплового насоса. Каждая из них 60 метров в длину, и они обеспечивают полностью здание школы, как теплом, так и холодом. Это позволило нам отключиться от изначально предусмотренного соединения с тепловыми сетями городскими. Это позволит в будущем значительно сэкономить средства на эксплуатации школы. Тепловой насос также имеет одну составляющую. Это польза городу в том, что мы получаем энергию, не выбрасывая в атмосферу парниковые газы. Пусть даже эти выбросы не сосредоточены на территории комплекса, а где-то в ТЭЦ мы к ним не имеем отношения.